Всем здорова! В этом видео я расскажу об особенностях каждого вида оружия. Оно будет полезно игрокам в средней прокачке, которые открыли четвертую, либо же пятую вышку. Оружие делится на две категории – холодное и огнестрельное. Сначала поговорим о холодном оружии. Холодное оружие предназначено для двух целей – добивания и использования в качестве основного оружия. Для использования на основном оружии подойдут молоток, дубинка, бита, гаечный ключ, за счет их спецатаки, которая станет врагов на некоторый промежуток времени, за счет чего вы сможете нанести еще один удар. Для добивания отлично подойдет меч, топорик, копье, лопата, вилы или же пожарный топор. У них очень высокий урон, за счет которого можно спокойно добить противника после выстрела или удара с другого оружия. Теперь поговорим про огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие затели на несколько видов – пистолеты, снайперские винтовки, арбалеты и луки, дробовики и автоматические винтовки. Начнем с пистолетов. Про них говорить практически нечего. Пистолеты – это достаточно легкие оружия, созданные в целях добивания противника. Используют, как правило, легкодоступные и не особо тяжелые боеприпасы, по типу 45-го калибра или же калибра 9 мм. Снайперские винтовки. Снайперские винтовки – достаточно распространенная категория оружия в игре. Имеют два вида спецатаков – точный выстрел и снайперский выстрел. У винтовок с прицелом урон от хэдшотов в три раза больше, чем от обычной атаки, в то время как у точного всего в два раза больше. Снайперские винтовки, как правило, созданы для стационарной стрельбы на дальней дистанции, за счет своей высокой точности и неплохой дальности. В стоковом варианте снайперские винтовки в большинстве своем бесполезны, ибо крыды залетают редко, да и точность подводит. Из всех снайперов хочу отметить Мосинку и Тундур с прицелом, ведь это одни из самых имбовых винтовок в игре. Винтовка Мосина проходит даже для уничтожения групп военных за счет своей дальности – максимальной 10 единиц. Ее лучше брать на такие локации, как свалка, полигон и карьер. Поверьте мне, там она прекрасно себя показывает. М70 Тундра подходит для зачистки абсолютно любых локаций, урон 9 единиц, а также санскрыта в 42% дают о себе знать. Арбалеты и луки. Про них нечего говорить. Бесполезное оружие, нужное только на ранних стадиях развития. В дальнейшем вы про них попросту забудете. Дробовики. Дробовики созданы для стрельбы вблизи и для уничтожения крупных толп зомби. Для последней задачи прекрасно подойдет дробовик Сага-12 и Ремингтон с патронташем. Сведение 9, быстрая перезарядка и средний боезапас отлично справляются с толпой противника. Все остальные дробовики нужны для стрельбы одиночкой, ибо у них достаточно маленькое количество патронов. Кстати, против штурмовиков подойдет двуствольный дробовик. Он имеет способность дуплет, который за 2-3 вырубает живучего и назовливого противника. Автоматические винтовки. Автоматические винтовки предназначены для ведения стрельбы с зажатым курком или для стрельбы на бегу. Из всех хотелось бы выделить винтовки М4 и F-Nfall, которые обладают прекрасными характеристиками. Эти винтовки хоть и не очень проще, но почти все выстрелы будут залетать до врага. АКМ и РПК нужны для стрельбы против огромных толп за счет урона и вместимости, но есть один минус. Это вес оружия и вес используемых ими патронов, но компенсируется это чудесным показателем урона. Хочу сказать, что это видео было очень крепким объяснением использования всех категорий оружия. То есть если вы хотите полную версию, допустим, снайперских винтовок или же дробовиков, автоматических винтовок, без разницы, то пишите пожалуйста в комментариях, чьи комментарии наберут больше всего голосов, то обзор я и выпущу. Всем спасибо за просмотр конечно же, всем удачи и всем пока.